Здравствуйте! Есть мнение, что нельзя есть после 6 часов. И подтверждение этому можно найти как в наработках медицины народной, так и в наработках современной медицины. Но! Не всем, не всегда и не все! Поэтому в этом видео я, врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко, автор десятков опубликованных научных статей, автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах, часть из которых вы можете приобрести через интернет, расскажу вам, как же правильно поступить в этом случае. А именно, почему нельзя есть после 6 часов? Что нельзя есть после 6 часов? И самое важное, кому нельзя есть после 6 часов вечера? Смотрите это видео дальше! Почему же нельзя есть после 6 часов? Запрет ставить медицина народная! Согласно известной китайской теории меридианов, меридиан с желудком максимально активен с 7 до 9 утра. Это первый дневной меридиан. И если вы ведете дневной образ жизни, дневная активность у вас, а ночью вы отдыхаете, то при правильном использовании рекомендаций китайской народной медицины и биоритмологии, вы в свой организм утром должны в это время вносить наиболее тяжело переваривающуюся пищу. И наиболее длительно переваривающуюся пищу. В этом случае она имеет больше шансов полноценно перевариться. И тот химический состав, который вы можете прочитать в любом справочнике, имеет для вас практическое значение, а не теоретическое. Потому как те белки, жиры, углеводы, витамины, макро, микроэлементы имеют больше шансов полноценно перевариться и усвоиться вашими клетками. Использоваться в их разнообразной работе. Соответственно меридиан желудка находится на минимуме с 7 до 9 вечера. И понятно, что в это время пища если попадет в желудок, то она должна быть легкой. Именно поэтому и рекомендуют, чтобы вы не искушали свой желудок разными снадобьями, которые не могут в нем перевариться. Ограничивать употребление пищи до 6 часов вечера. И ваш желудок будет на минимуме работать максимально эффективно. Но! Далеко не всякая пища, не каждая пища может быть исключена в этом случае. И какую пищу следует исключить? А какую можно оставить в вашем рационе? Вы узнаете прямо сейчас! Что нельзя есть после 6 часов? Если вспомнить физиологию пищеварения, то в желудке у человека стартует процесс переварения белков. У животных он стартует несколько ранее. Достаточное количество лизоцима помогает переваривать белки сырые. Неважно растительного или животного происхождения. Человек эту способность из-за цивилизации постепенно утратил. И желудок выполняет основную роль, запуская процесс переваривания белков. В этом случае исключается из рациона практически вся белковая пища. И у вас остаются ягоды, фрукты, овощи, зелень. То есть продукты, которые не содержат достаточного количества белков. Но! На таком рационе очень хорошо вес набирать. Эти продукты быстро попадают в кровь. Если вы не работаете физически. У вас нет значительных трат энергии. Они будут запасаться в виде жиров. Если вы ищете как набрать вес. Это ваш выбор. Это ваш путь. Если же вы хотите вес поддерживать. Либо вес снижать. Такой рацион вам будет явно недостаточен. Здесь нужно оценить время, когда вы ложитесь спать. Если вы ложитесь спать в 10-11 часов. А в 6 часов вы собираетесь поужинать. У вас могут появиться еще некоторые продукты. Которые перевариваются относительно быстро. И могут появиться блюда из круп. Злаковые в рационе. Но! Там конечно же есть белок. Который относительно легко переваривается. Но там есть и достаточное количество крахмала. Несущего энергию. Этих продуктов вам будет явно недостаточно. Для набора веса шикарно! Для поддержания веса великолепно! Для снижения. Эти продукты вечером скорее попадут под запрет. Они более логичны под хорошую физическую нагрузку. Как обеспечение энергии. В данном случае. Но! Не перед вечерним отдыхом. А тем более перед ночным сном. Здесь вы можете использовать несколько продуктов. Которые содержат белки. Но! Белки которые легко перевариваются. И могут появиться блюда из рыбы. Могут появиться яйца в рационе. Могут появиться молочные. А еще лучше кисломолочные продукты. Каждый из них содержит достаточное количество белка. Которые легко перевариваются. Особенно кисломолочные продукты. Время нахождения в желудке около часа. Стакан кефира либо йогурта вы выпили. Через час желудок практически пустой. Пищеварение в желудке в данном случае происходит очень вяло. Потому как ваш желудок получил помощь от молочнокислых бактерий. Которые помогли белки молока свернуть. Они уже процессу переваривания до вас подверглись. И в данном случае уходят в кишечник. На дальнейшее переваривание и усвоение. В этом случае вы можете. Правильно используя разные продукты. Улучшать свое здоровье. А не терять. Потому как если в рационе до 6 вечера. То есть у вас ужин закончился за 2 секунды до 18 часов. И вы рекомендацию выполняете. Вы не кушаете уже после 18. Но если на такой ужин у вас попала свинина. Говядина. Телятина. Баранина. Канина. Красное мясо. Теплокровное. Птица. Ей тоже тяжело перевариться за такой короткий промежуток времени. И в этом случае более вероятно. Перемещение недопереваренной пищи в кишечник. Где вялое переваривание ее. Будет способствовать развитию патогенной микрофлоры. В кишечнике развивается дисбактериоз. Появляются белковые токсины. Отравление трупными ядами. Белок гниет. И вам выгоднее конечно есть не парную телятину. А немножко подгнившую. Все равно она сгниет в кишечнике. Смысл было тратиться на более свежий продукт. Если он все равно будет подвержен гниению в кишечнике. Если вы ужинаете неправильно. Но! Вы можете несколько помочь своему желудку. Часть людей знают о слабости своей пищеварительной системы. И если немножечко нарушать рекомендацию не есть после 6. А выполнять ее правильно. Вы возможности своей пищеварительной системы можете улучшить. И сейчас вы узнаете кому нельзя есть после 6. А кому целесообразно есть после 6 часов. Чтобы возможности своего организма увеличить. Группа людей которые нельзя есть после 6 часов вечера. Достаточно многочисленна. Если у вас есть хронический гастрит. Гастрододенид. В том числе эрозивный. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Вам после 6 часов вечера есть нельзя. Но! Есть несколько обязательных условий. Во-первых. Состояние ремиссии. В ремиссии вам есть нельзя. И второе условие. Секреция желудочного сока должна быть сохранена. Либо повышена. В этом случае вам эту рекомендацию нужно исполнять на 100%. Но! Как только гастрит либо гастрододенид. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки обострились. Вам про эту рекомендацию нужно напрочь забыть. Потому как у вас есть выбор. Как только принятая ранее пища полноценно переварилась и покинула ваш желудок. В нем выделился желудочный сок. Он раздражает стенку желудка. И у вас есть вариант. Либо вы забрасываете новую порцию пищи. И желудочный сок нейтрализовали. Либо вы терпите боль. Выполняете эту рекомендацию. А желудочный сок поддерживает либо воспалительный процесс. Либо способствует образованию эрозии. Либо язву. Выбор простой. И в данном случае в зависимости от состояния пищеварительной системы. Начальник отделов пищеварительной системы. И лежит правильный ответ. Выполнять вам эту рекомендацию или не выполнять. Особенно я бы советовал нарушать эту рекомендацию тем, у кого секреция желудочного сока снижена. То есть у людей, у которых пищеварение в желудке происходит не так активно, как должно быть. Опять-таки нужно правильно использовать биоритмологию. Когда меридиан в желудке находится на минимуме, его очень легко немного подстегнуть и заставить работать желудок более активно. Поэтому правильно используя пищу, а именно пища должна быть вкусной. Пища должна быть не обильной. У вас же секреция желудочного сока снижена. И от того, что вы ее простимулируете, это не значит, что теперь кислота у вас будет стоять на уровне пищевода. Но! Если в этом случае вы будете правильно использовать эту рекомендацию, немножечко нарушая ее. И употребляя пищу вкусную, небольшим объемом. Вы постепенно секрецию желудочного сока будете стимулировать. Именно поэтому нельзя тем, у кого она и так повышена, стимулировать. Потому как можно легко достимулироваться до состояния обострения. Вместе с тем, когда секреция несколько снижена, лишние порции желудочного сока не повредят вам. Более того, они помогут полноценно переварить пищу. И использовать ваш организм ее будет. Так как прописано в справочниках. Вот тот химический состав, который прописан в справочниках, будет в большей степени вашим. А не будет доставаться патогенной микрофлоре. Которая, развиваясь на непереваренной вами пище, принятой не своевременной. Принятой не так. Микрофлора развивается. Живет прекрасно. А вам достаются токсины и объедки с их стола. Чтобы вы жили лучше и дольше. Правильно используйте рекомендацию. Не есть после 6 часов. А я на этой позитивной ноте. Это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому из своих друзей отправить ссылку на это видео. Чтобы имеющие различные заболевания начальных отделов пищеварительной системы. Реже попадали на обострение. Я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моих каналах. Не забудьте подписаться на мой канал. Если вы еще не подписчик канала. Или поставить лайк. Если вам это видео понравилось. И вы понимаете что реально правильно выполняя рекомендацию. А именно что кому и как не есть после 6 часов вечера. Даст вам несколько больше здоровья. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!